Недавно заметил то, что у меня осталось уже не так много аккумуляторов формата 18650. Они ведь нужны для сборки пауэрбанков, электровелов и прочих электронных устройств. Поэтому я решил парочку прикупить. Пришла вот такая небольшая коробка. Барабанная дробь. И вуаля! Я заказал в интернете 30 аккумуляторов от ноутбуков. Они разумеется бэушные, но им всего по полгода. Поэтому еще довольно хорошие. Внутри каждого такого аккумулятора по 6 банок 18650. И в сумме мне это дает 180 банок. При условии, что не попадется много брака. Пришло ровно 30 аккумуляторов. Думаю на первое время мне хватит. На некоторых аккумуляторах есть индикатор уровня заряда. И почти все оказались заряжены более чем наполовину. Очень хорошее начало. Вооружившись отверткой, принялся за разборку всех 30 аккумуляторов. Половинки корпуса держатся на защелках. Подсекаем отверткой и вскрываем аккумулятор. Внутри, как я и говорил, 6 банок 18650. И контроллер. И пока я вожусь с аккумулятором, ящик заняли. Ох уж это курносая морда. Разобрать один аккумулятор еще ничего. Но разбирать сразу 30 штук очень скучно и утомительно. Вот уже часть разобрана. Мне попались практически все одинаковые аккумуляторы. Что очень хорошо. И вот наконец-то финал разборки корпусов аккумуляторов. Вот такая их куча большая. Даже попалось несколько аккумуляторов с банками от Samsung. На 2600 мАч. А остальные аккумуляторы по 2200 мАч. Корпуса от аккумуляторов мне не нужны. Так что отправляются на помойку. Для интереса проверим три разных аккумулятора. Замерим напряжение на банках. 3,77 вольта. Далее снова 3,77. И снова те же показания. Отличный аккумулятор. Следующий. 2,97 вольта. Пойдет. 1 вольт. Это конечно мало. И 2,25 вольта. Здесь результаты похуже. Теперь замерим аккумулятор от Samsung. 3,66 вольта. 3,66. И еще раз 3,66. И в сумме это дает 10,97 вольта. Банки между собой сварены точечной сваркой. Поэтому нужно их разъединить. Так мы сможем проверить каждую банку по отдельности. Зарядим. Разрядим их при нагрузке. Проверим их реальную емкость. Которая в них осталась. И которую они смогут отдать. Отделять банки друг от друга. Оказалось занятие увлекательнее разборки корпусов. Мало того, что они сварены между собой. Но еще и склеены на двухсторонний скотч. Или другой какой-то фигней. Которую приходится отдирать. Или же отмывать спиртом. Что очень нелегко. После того, как все рассоединил и почистил. Я сортирую банки по их напряжению. Которые в них есть на данный момент. Те банки, на которых напряжение до 2 вольт. Отлаживаю в одну кучу. До 3 в другую. 4 и так далее. С нулевым напряжением банок не оказалось. Было лишь несколько штук по 1 вольту. И пара по 0,26. Остальные все очень хорошие. Свыше 3,5 вольт. Заряжать банки можно через контроллер заряда. TP4056. Если контроллер не видит аккумулятор. То сперва я толкаю аккумулятор. От лабораторного блока питания. Буквально на несколько секунд. Напряжение на банке возрастет. И потом можно будет ее заряжать. Особенно это относится к вот таким зарядкам. Они просто не увидят, что вставлен аккумулятор. Если на нем напряжение ниже 2 вольт. Поэтому сперва немного толкаем аккумулятор. И потом вставляем в зарядку. Для простоты подключения к аккумулятору. Я использую неодимовые магниты. Они очень сильные. И главное, что проводят ток. Аккумулятор снаружи металлический. Так что магнит на контакты прилипает хорошо. Крокодильчики также металлические. И примагничиваются к магнитам. По которым проводят ток на клеммы аккумулятора. Пока аккумулятор не подключен на контроллер. Горит синий светодиод. Когда подключаем разряженный аккумулятор. Загорается красный светодиод. И когда он зарядится. Загорится снова синий. После нескольких часов труда. Я разобрал и очистил 30 аккумуляторов от ноутбука. Получив в итоге 180 хороших аккумуляторов. Брака не оказалось. А те аккумуляторы, что были по 0,23-0,26 вольта. Успешно зарядились. И продолжили свою работу. Данные аккумуляторы 18650. Всегда пригодятся. Поскольку используются везде. В фонариках. Пауэрбанках. Электровеллах. И самое главное для разных самоделок. Скоро я покажу вам детальнее. Как правильно заряжать аккумуляторы. И тестировать на реальную емкость. Будем использовать эти аккумуляторы. Для разных самоделок. И экспериментов. Так что ставьте палец вверх. И делитесь роликом с друзьями. И до новых встреч и новых роликов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok